Вернемся к нашему списку покупок. Как мы видим, в списке шесть строк, но мы должны купить несколько единиц каждого товара, например, четыре банана. И я не знаю, сколько всего покупок в штуках у меня окажется в корзине. Как мне получить общее количество единиц товара, чтобы на кассе было удобно проверить, все ли мы купили, просто пересчитав вещи в корзине. В языке SQL для этого используются так называемые агрегатные функции. Агрегатные функции полезны, когда нам нужно получить максимальное, минимальное или среднее значение хранящихся в базе данных чисел, а также их сумму. В нашем примере, чтобы получить общее количество покупок, пишем слово SELECT, а затем название агрегатной функции, SAM, то есть сумма. В скобках указываем, значение какого столбца мы хотим суммировать, а дальше пишем FROM и имя таблицы. И справа появился результат – 15. Значит, к кассе мы должны подойти с корзиной, в которой будут лежать 15 товаров. А теперь представьте, что я решил купить больше бананов. Изменю количество бананов. И, как видите, сумма товаров увеличилась в реальном времени. Таким образом мы знаем, что теперь в корзине должно оказаться всего 67 товаров. Сумма – не единственная агрегатная функция, мы можем использовать и другие. Например, если мы хотим узнать, какого товара мы покупаем больше всего, то мы должны воспользоваться агрегатной функцией MAX. Ответ – 56. Это, очевидно, наши бананы. Но эта информация пока не очень полезна с практической точки зрения. Давайте вернемся к сумме. А что, если мы хотим проверить количество покупок после посещения каждого отдела в магазине? В этом нам поможет ключевое слово «Group by» – «группировать по». Группировка добавляется в конце оператора Select, и в ней указывается название столбца, по которому мы хотим сгруппировать данные. В нашем случае это отдел. Теперь мы видим, что в одном отделе находится один товар, в другом – девять, но я не знаю, о каком отделе идет речь в каждом случае. Для этого мы должны добавить отдел в список выводимых столбцов в начале оператора Select. Вот, теперь видно номера отделов. Во втором отделе мы должны купить девять товаров. В четвертом отделе – один товар. В седьмом – 56 товаров. И в двенадцатом отделе – тоже один товар. Отлично. Как же все это работает? Первым делом движок SQL сгруппировал отобранные данные по значениям столбца, указанного в разделе «Group by». Затем он просуммировал значения в каждой из групп. И далее он вывел в каждой группе сумму и первое попавшееся значение столбца «Отдел». Поскольку номера отделов в пределах каждой группы одинаковы, мы получили перечень всех возможных отделов. Но вместо номера отдела мы могли указать столбец названия. И мы действительно увидели название товаров в каждой из строк. Но этот результат не отражает реальность. В некоторых отделах мы должны купить несколько разных товаров, но движок SQL показывает только первый попавшийся ему товар в каждой группе. Поэтому не стоит выводить столбцы, кроме тех, по которым мы группируем, поскольку может получиться бессмысленный результат. Давайте напишем «Отдел». И вот теперь мы получили адекватное представление данных. Итак, в этом видео вы узнали, что такое агрегатные функции и как можно группировать данные. Надеюсь, наш урок был вам полезен. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Субтитры создавал DimaTorzok